Всем привет! Вы на канале HomeExpert, и в этом видео я расскажу, как выбрать действительно качественный робот-пылесос с влажной уборкой. Знаете ли вы, что каждый второй купленный робот-пылесос через месяц оказывается на Авито? Есть много технических характеристик и функций, которые либо никак не влияют на качество работы, либо делают хуже и при этом увеличивают цену на робота. По ним вы никогда не поймете, какой пылесос хороший, а какой нет. Так как выбрать оптимальный робот-пылесос по соотношению цена-качество и чтобы при этом он был еще и надежный, не стал спустя месяц кандидатом в объявление о купле-продаже и реально достойно пылесосил и мыл пол. Смотрите этот ролик до конца и без перемоток, чтобы не пропустить лайфхаки и важную информацию, о которых я буду говорить в течение всего видео. Поехали! В этом видео мы будем рассматривать только модели, у которых есть функция влажной уборки, чтобы он мог проводить полную комплексную чистку. И перед тем, как мы перейдем к критериям выбора, я расскажу об отличиях влажной уборки у робота-пылесоса и робота-полотера. Если вам это не интересно, то можете сразу перематывать к следующему тайм-коду. У робота-пылесоса влажная уборка производится с помощью салфетки из микрофибры. Во время уборки она увлажняется водой из специального контейнера, который устанавливается вместо пылесборника. И потом робот движется вперед-назад или по кругу, собирая с пола мелкую пыль и оттирая пятна. Главное отличие полотера от робота-пылесоса в том, что в полотерах вода подается под давлением перед направлением движения и всасывается обратно. Полотеры оснащаются вращающимися щетками, активной системой распыления жидкости и большим контейнером для воды. То есть полотер моет пол с помощью щеток, а грязную воду собирает в отдельный контейнер, в то время как робот-пылесос моет пол с помощью салфетки. Роботы-полотеры лучше справляются с влажной уборкой, однако не могут выполнять сухую. Роботы-пылесосы более универсальные помощники, и поэтому мы решили сделать рейтинг этих устройств. Перейдем к критериям, как выбрать робот-пылесос. Мы попросили рассказать о том, на что нужно обратить внимание при его покупке редактора журнала о выборе техники MyGadget Антона Сидорина. Конечно, самое важное при выборе робота-пылесоса это качество и удобство его уборки. Важно, чтобы у робота было хорошее мобильное приложение, чтобы он удобно управлялся с его помощью, чтобы он не тупил, не застревал и не бился об стену, а спокойно обходил препятствия, например, пороги, мебель, миски для животных, ну и так далее. Нужно удостовериться, что маршрут не будет сбрасываться после каждой уборки, и что робот может самостоятельно найти базу, где будет заряжаться. Второй критерий тесно связан с первым. Это его фишки, фишки-пылесосы. Речь про такие вещи, как чтобы построить точно маршрут, разделить и ограничить зону уборки, настроить списание уборки, отследить статистику для замены расходников и так далее. Эти функции сильно облегчают уборку и позволяют делать минимум телодвижений. Третье, это время работы аккумулятора. Обращайте внимание именно на этот критерий, а не на емкость батареи. То, что у модели это расход заряда разный, и далеко не всегда это зависит от мощности устройства. Я бы посоветовал брать модель, у которой продолжительность автономной работы составляет больше двух часов. Это будет достаточно для уборки помещений больших размеров. Ну и последнее, это объем пылесборника для сухоуборки и контейнера для влажной. Для квартиры площадью 40-80 квадратных метров нужно выбирать пылесборник вместимостью минимум 300 мл, желательно полулитровый, чтобы не опустошать его во время уборки. Контейнера для влажной уборки можно брать поменьше, скажем, хватит 200-300 мл. Ориентируйтесь по размеру помещения, в котором вы собираетесь проводить уборку. В нашем исследовании рынка роботов-пылесосов мы взяли это за основу. Мы подобрали шесть самых продаваемых роботов в странах СНГ от производителей с устоявшейся репутацией на рынке бытовой техники и составили сравнительную таблицу по ключевым критериям и оценили их в баллах. Как складывались баллы? Мы взяли вышеуказанные критерии, а также добавили критерий сервис, рекомендация пользователей и расчетная надежность. Показатель сервис субъективно оценивает то, насколько хороший сервис у производителя, какую гарантию дает производитель, выполняет ли свои обязательства по гарантийному ремонту, можно ли докупать расходные материалы для робота-пылесоса, а также как работает техподдержка. Показатель рекомендация пользователей субъективно оценивает то, насколько владельцы этого товара готовы его рекомендовать к покупке, то есть насколько у него хорошие отзывы на отзывиках и маркетплейсах. Показатель расчетная надежность субъективно прогнозирует вероятность, что в серийном производстве этого товара не будет производственных недостатков. Для этого мы брали статистику сети сервисных центров ДНС по надежности каждой модели. Сейчас вы видите на экране, какое максимальное количество баллов могла получить модель по каждому критерию. Максимум робот мог набрать 35 баллов. А сейчас на экране вы видите итоговые результаты по каждой из моделей. Победителем рейтинга стал Polaris PVC R3900 IQ Home Panorama Aqua. Второе место занял DreamBot D9 Max Global. Ну а бронзу забрал Redmond RVR650S. Также рядом с итоговой оценкой есть столбик цена-качество. Это показатель того, насколько модель хороша с учетом ее стоимости. Первые два места здесь те же. А вот третье место заняла Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential из-за своей цены. Победителем стала модель от Polaris. И дальше мы детально рассмотрим топ-3 моделей по количеству набранных баллов, чтобы разобраться, чем же они так хороши. Ссылку на полную таблицу с дополнительными критериями вы найдете в описании под видео. Также добавлю, что мы указываем цену в долларах. Все роботы-пылесосы в этом рейтинге импортные, поэтому цена на них зависит от курса доллара. Цена в рублях может меняться, а в долларах она будет плюс-минус одинаковой. Если в момент, когда вы смотрите это видео, цена модели в рублях меньше, чем по курсу доллара, то считайте себя счастливчиком. Поехали! Открывает наш рейтинг модель Redmond RV-R650S. Главной фишкой этого робота-пылесоса производитель выделяет ультрафиолетовую дезинфекцию. Модель продается в России с июля 2021 года. Характеристики робота-пылесоса на экране. Начнем с качества уборки. И сухая, и влажная уборка проводятся достаточно хорошо. И робот действительно убирает пыль и может отчасти вымыть пол. Но из-за минусов, к которым мы сейчас перейдем, пользователи не особо удовлетворены процессом уборки. Эта модель не сохраняет карту помещения и не запоминает маршрут уборки, поэтому каждый раз начинают уборку как в первый раз. А поскольку в квартирах часто встречаются препятствия, приходится постоянно вручную настраивать маршрут. Кстати, из-за этого же он не может найти базу. Более того, нет возможности ограничить зону уборки, что тоже неудобно. В целом, управлять с помощью приложения не особо удобно. Легче делать это через пульт дистанционного управления. Производитель указывает, что помимо сухой и влажной уборки у этой модели есть возможность ультрафиолетовой дезинфекции. По идее, он должен обезвреживать бактерии, вирусы, грибки, плесень и так далее. Однако, насколько функция рабочая, судить не будем, поскольку покупатели не обращают на нее внимания и никак не оценивают ее в своих отзывах. Время работы от аккумулятора 140 минут. Как говорилось ранее, это очень хороший показатель. Но из-за того, что робот часто врезается в препятствия, он сбрасывает маршрут уборки и начинает ее заново. В связи с этим, робот может пройти по одной комнате несколько раз. И если вы не вмешаетесь, он разрядится, не успев убрать всю квартиру. С объемом пылесборника и контейнера у модели все в порядке. 0,45 литров и 0,55 литров, соответственно. Что хватает для уборки большой квартиры. Производитель дает гарантию на один год, расходные материалы можно спокойно докупить на сайте производителя. Поэтому с сервисом все хорошо. Что же говорят об этой модели пользователи? Так, Александр с Яндекс.Маркета отмечает хорошую конструкцию модели и его мощность, но критикует отсутствие важных функций, а также постоянное сбрасывание маршрута уборки. Дмитрий же похвалил робот-пылесос за функцию настройки расписания уборки и простоту использования, но указал, что без проблем он будет работать только на гладком полу без препятствий. Сеть ДНС продала более 300 роботов-пылесосов данной модели. В сервисный центр с проблемами обращаются в среднем 12 покупателей из 1000. Причины обращений на экране. Что у нас по ценам? Данная модель стоит 380 долларов. Хорошая модель с большой мощностью, она действительно качественно убирает помещение. Однако сам процесс уборки неудобный. Приходится постоянно следить за тем, не застрял ли робот, не нужно ли снова настраивать маршрут и так далее. Но все-таки самое большое упущение – это невозможность настроить то, какую часть помещения нужно убрать, а какую не надо. Было бы у этой модели больше функций, она была бы выше в рейтинге. Ну а мы переходим ко второму месту. И серебро нашего рейтинга занимает DreamBot D9 Max Global – модель с самым большим показателем времени работы от аккумулятора. Модель продается в России с марта 2022 года. Характеристики робота-пылесоса на экране. У этой модели сильно больше функций, чем у модели Redmond. Во-первых, DreamBot лучше строит маршрут. Он нормально обходит препятствия, не застревает и не тыкается в стену. Также у него есть функция автоматического увеличения мощности. Она помогает, когда робот пылесосит пол или ковролин. То есть он сам понимает, когда ее надо включать. Самое главное – у него есть функция разделения и ограничения на зоны уборки. То есть вы можете определить, где, например, пылесосить не нужно, в какой зоне нужно провести только влажную уборку, а в какой – и сухую, и влажную. Кстати, модель может работать через голосовое управление с помощью станции Алисы, что также является огромным плюсом. Например, вы можете заранее сказать Алисе, чтобы она включила пылесос в определенное время. Сказать ей поменять режим работы или попросить Алису, чтобы она дала команду вернуться пылесосу на базу. Теперь перейдем непосредственно к качеству уборки. С сухой уборкой все хорошо, как и у большинства пылесосов, а вот с влажной есть проблемы. По факту она только номинальная. Она просто немного смачивает поверхность водой, и то остаются сухие полосы после проезда. В общем, влажной уборки по сути нет. Она работает хуже, чем у других моделей из списка. Как я уже сказал, время работы от аккумулятора – самое большое – 150 минут. Тут особо не о чем говорить. Это теоретически может хватить даже на две уборки без подзарядки. Объем пылесборника 0,57 литра, а объем контейнера 0,27 литра – тоже хороший показатель. Производитель дает гарантию один год на сам робот-пылесос, а на его аккумулятор гарантия действует полгода. Расходники вы сможете купить на сайте производителя. Давайте перейдем к обратной связи покупателей. Пользователь оставил отзыв на сайте ДНС, в котором похвалил функции робота-пылесоса и качество его работы, но отметил, что качество влажной уборки – его серьезный недостаток. Покупатель с Яндекс.Маркет указал, что у модели большая мощность и высокая скорость работы. Однако, если вручную перенести его в другую комнату, он забывает карту помещения и вспоминает ее только при следующей уборке. Сеть ДНС продала более 300 роботов-пылесосов данной модели. В сервисный центр с проблемами обращаются в среднем 20 покупателей из тысячи. Причины обращений на экране. Цена робота-пылесоса DreamBot D9 Max составляет 390 долларов. Это классная модель, у которой мало недостатков. Робот-пылесос и убирается хорошо, и управляется удобно. Не нужно постоянно следить за ним, проблем практически не возникает. Но качество влажной уборки не дало возможности этой модели занять первое место в этом рейтинге. Ну а мы переходим к лучшему пылесосу-роботу на рынке. Ну и первое место в нашем рейтинге занимает Polaris PVC-R 3900 IQ Home. Эта модель качественнее других убирается в помещении, а также обладает уникальными функциями. Эта модель продается в России с апреля 2022 года. Характеристики робота-пылесоса на экране. По классике начнем с функций робота. У модели качественно реализована функция постройки точного маршрута. Благодаря лазерной навигации он выделяет все препятствия и обходит их. Как и у предыдущей модели, в приложении можно настроить удобное разделение на зоны уборки, то есть где и какой вид уборки применять, до 10 комнат, и настроить ограничения зоны уборки, там где не нужно проводить никакую уборку, до 10 зон в каждой комнате. Также реализовано удобное управление с помощью голосовых помощников, а именно через Алису и Марусю. Сам робот-пылесос может преодолевать препятствия до 15 мм в высоту, чего достаточно при уборке квартиры. Пользователи хвалят сухую уборку робота-пылесоса. Модель легко собирает мусор и пыль, оставляя после себя чистый пол. В контейнере для сухой уборки мультициклонная система фильтрации, благодаря которой крупный мусор и пыль отфильтровываются и остаются в контейнере. Влажная уборка гораздо лучше, чем у предыдущей модели. Конечно, этот робот-пылесос не полностью заменяет швабру, однако он позволяет браться за нее гораздо реже. Контейнер для влажной уборки оснащен виброплатформой на эластичных подвесах. Эта платформа производит круговые движения, и влажная уборка становится более тщательной. Время работы от аккумулятора у этой модели меньше, чем у предыдущих – 120 минут. Тем не менее, этого вполне достаточно для уборки большой квартиры. Кстати, если робот разрядился, то он сможет возобновить уборку с точки остановки после подзарядки. Еще одна уникальная функция этой модели. Объем контейнера для сухой уборки у робота – 450 мл, а для влажной уборки – 300 мл. Это нормальные показатели, но хотелось бы немного побольше. С сервисом вообще все отлично. Производитель дает два года гарантии на робот-пылесос, а расходники вы сможете спокойно докупить на сайте. Кстати, у этой модели есть удобная фишка – отслеживание статистики для своевременной замены расходных материалов. То есть вам не нужно самим следить за состоянием фильтров и щеточек. Приложение подскажет вам, когда их следует заменить. Также в приложении есть круглосуточная техническая поддержка, на любой вопрос вам быстро ответят. Давайте поговорим об отзывах покупателей Polaris PVC R3900 IQ Home. Александр с Яндекс.Маркета отметил удобство использования робота через приложение, а также похвалил время работы. Пылесборника хватает на уборку трехкомнатной квартиры. Авелина же выделила качественную сухую и влажную уборку и стабильность работы. Из минусов отметила то, что для двух видов уборки используются разные контейнеры и то, что он не пролезает под тумбу. Стоимость этой модели составляет 430 долларов. Это отличный робот-пылесос, у которого фактически нет недостатков. У него много упрощающих уборку функций, хорошее качество как сухой, так и влажной уборки. Недостатком можно назвать лишь то, что для них используются разные контейнеры, хотя есть роботы, где это соединено в одно. Мы рекомендуем эту модель, потому что она облегчит процесс уборки в помещении. Теперь вы знаете, какой робот-пылесос с влажной уборкой сейчас круче всех на рынке. Если вам нужна дешевая модель до 15 тысяч рублей, я посоветую вам модель Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential. Она, конечно, хуже моделей из рейтинга, но свою цену полностью оправдывает. В другом случае я посоветовал бы вам модель от Polaris. Надеюсь, мы помогли вам подобрать идеальный робот-пылесос для себя. Перед покупкой любой модели обязательно проверьте цены в сервисе поиска самых низких цен в магазинах по ссылке в описании. Так вы сможете сэкономить в среднем до 13% от цены товара. Как вам модели из подборки? Расскажите ваш опыт использования робота-пылесоса и посоветуйте нам другие модели. Может, мы какую-нибудь упустили? Напишите комментарии, и я вам отвечу. Ставьте лайк, если понравился ролик. Жмите на кнопку подписаться и на колокольчик, а также не забывайте о полной таблице. Ссылка в описании. До встречи в следующем видео.